всем добра вы посмотрите как локация изменилась я ее даже начали не узнал а это все та же старая локация из первого или второго ролика между прочим а все из-за чего из-за того что случился выброс миазмы ну что погнали тогда выжившую спасать правильно мы же за этим сюда пришли вот и наши ребятки да давай сейчас мы подготовимся к бою теперь мы конечно намного сильнее макси мы разведчиков можем забрать черепалом вообще халявная цель для нас стал сразу же его того да отправим в родцам сколько там пять человек до 1 2 3 4 и вон там 5 то есть теоретически разведчика дальнего мы можем убить чему ты не видишь а типа мешает камень вопрос с кого мы начинать будем да то есть если мы разведчика не убиваем возможно стоит со знахарей начать так клеточку дать и надо еще подойти его палят как будто бы здесь да надо той обойти забрать разведчика и блин не знаю из нахаря наверное в любом случае давай попробуем сейчас по-быстрому пробежим а здесь нам не дают пройти но одного мы спрятали ладно тогда наверное дикса полечить хотя не факт там кстати лут можно лук тарли забрать этого сходу допустим ты здесь стоишь да и начать вообще с повелителя икры хотелось бы с разведчика конечно блин все время не ту кнопку нажимаю 55 его видят да но тут мы никого не можем убить тебя хотя можно но нас не хватит дамага убить его с этой позиции теоретически мы до разведчика достанем давай попробуем ну-ка отсюда дать отсюда тебя тоже выпалит ребята там спрятаны да хватит переключать вот он пошел да то есть мы подходим сюда не было же этой клетки какой момент он там посмотрел тут выпаливает а с этой отсюда да мы достаем и кстати никто не смотрит давай убиваем разведчика а он уже вышел да тогда ждем опять в принципе бой не должен быть тяжелый да 55 процентов можно уничтожителя да выстрел сделать сто процентов они палят его все палят джека соберись видимо мне очень хотелось чтобы не полили да а я не понял пропустить ход меня походу спалили да то есть я не могу выйти больше да вон он палит меня печально ну ладно тогда я бы наверно знахаря забирал бы в первую очередь через огонь но если без крита я его не убиваю да точно вот я f нажимаю да я не могу выйти это все это это беда перед 85 процентов я не убиваю а если так то поджигает да она получит люлей то есть тогда можно в принципе и сюда встать а вообще лучше отойти да вот подальше вот у меня соточка будет с этой позиции ну погнали а вот обнаружено сверху написано я не понял показывала же что что я достаю вы издеваетесь короче я понял игра хочет чтобы я отчалил ладно тогда здесь пацаном надо начинать 91 здесь 100 что у тебя за оружие вообще непонятно я не хочу здесь толпится других нету никаких вариантов как будто бы уже 91 был же 93 вот с этой позиции можно флангануть и вот этих ребята заставить их двигаться и по тебе попасть броню пробить да хотя пробивать броню по верхнему надо чую я на получаю люлей сейчас лук тарли повелитель икры он вызывает этих мелких проглотов они тут нет дадут просраться как будто бы тебя надо убивать но не через уничтожение брони ладно я пробую тогда тебя поджечь и уже от этого буду отталкиваться отлично крит прошел то есть принципе мы тебя убиваем да единственно что вот сюда бы я встал поближе чтобы чтобы по роботу стреляли чтобы эти ребята фокусили роботом а тут тогда вот сюда я подойду мне вот эта позиция не нравится 76 да то есть не надо пробить обязательно этого лук тара плюс я его флангую он он куда-то назад должен отбегать хорошо минус 70 да или от полечил как я сказал отбежал но в целом неплохо получилось хоть я конечно же и налажал тут надо сваливать перезаряжаться полных укрытий нет как будто бы сюда так вставляем новую обойму бросок рановато наверное доделать а вот целей для стрельбы хороших я не вижу через рывок что ли получается надо действовать разведчику да можно зарядить если сюда встаем стреляем по разведчику оружейник точно по нам стреляет можем ли малым добить кого-то да мы теоретически можем добить можем ли мы сверху пострелять расходует 2 а д да то есть начали сюда потом наверх как будто бы дикса надо подставлять под удар у него брони много он по идее должен два выстрела выдержать потом мы его похилим давай так делаем о пласти где-то подобрал 94 процента вид прошел ну и встаем здесь пытаемся добить а кто знает прикрытия автоматически реагирует выстрел на появление врага это же только на одного врага да то есть он не будет по всем стрелять давай 70 процентов на отлично так не попали хорошо вообще не так как я планировал он действует да здесь здесь тогда дик сам оглушаем да и убиваем знахаря или с оружейником кстати можем расправиться да сейчас только посмотрю мы же можем перебежать до соточку выбить да наверно мы от них отойдем просто вообще это я считаю самый идеальный вариант здесь отталкиваем чтобы снайперу дистанцию предоставить да вот у нас теперь соточка по нему ничего все она еще и ругается полтосик сняли от элвисом просто валим да на максимум который можем о знахарь кстати лечить бежит гаденыш я вот этого не понимаю чё он бегает вообще не стреляет я бы кстати по снайперу на самом деле вот по снайперу по знахарю зарядил бы скрита чтобы он не лечил сколько моему с ними мы ему снимем получается а 55 процентов чего такой маленький крит я же выстрел уничтожителя используя 25 здесь кстати едкий выстрел можем бахнуть до вот так вот встать допустим но надо подумать здесь что делать добивать оружейника или знахаря но по идее 25 до то есть через крит 50 процентов что мы убиваем его если мы его убиваем тогда по идее мы можем знахаря убить через за едкий выстрел да и уже с тобой мы разберемся втроем так все меняется получается да что мы делаем и тогда дикса подставляем под лук тарли до 2 у нас 80 выстрел то есть мы его убиваем соответственно ты идешь или под знахаря подставить точнее как подставить по знахарю выстрелить ну давай наверное сюда на твое место встает элвис а он не добегая до но и тогда сюда я не хочу ставить по идее хотя разница если знахарь нас фон гонет он и так и так он гонет ладно давай добиваем лежачего осуждаю конечно но кому сейчас легко а неплохо у нас тут ярость ну и здесь стреляем по знахарю смотрим но это было понятно ты посмотри дикс просто дикс красавчик что у тебя есть у тебя ничего хорошего нет можно отойти забайтить до их плюс у нас сейчас бросок перезарядиться это у нас кто это у нас дикс да давай дикс отходит ты тоже вот сваливай начале снайпера надо увести куда-то а вне досягаемости да ну мне кажется не достанет он вот до этой позиции хотя я сомневаюсь что не достанет знахарь точно достает нормально теперь врываемся на пятерочку толкаем лук тара ли в знахаря да и снайпер стреляет снайпер стреляет по знахарю отлично у него укрытия нет то есть это в принципе стопроцентный до вариант перед сто пятнадцать сто пятнадцать маловато мне надо 100 а это элвис ну-ка элвис то есть тогда снайпом лучше в лук тарли за забахать да но опять же давай проверим потому что он оглушен проверим убиваем ли мы здесь нахаря мы знахаря не убиваем вот чем проблема то есть наверное лучше все таки проверить срабо сработает ли крит у джейд крит не сработал тогда придется ярость потратить пустую да и мы кстати не факт что заберем этого товарища двойный опыт восстановление отдых как раз нам на перезарядку ну и тут надо подумать мне кажется надо использовать будет едкий выстрел сейчас я проверю попадет ли джейд 65 да ну давай а но если она попала то базара 0 тогда вопросов нету еще и крит до получили замечательно супер гранату лутаем с пэгги сью ваттер разговариваем пэгги сью элвис ты цела они тебя не тронули нет но моя семья они знают пэгги мы проводим тебя я знаю дорогу лучше останьте здесь и сделайте кое-что для меня что же ты хочешь перебить этих пожирателей отбросов всех до единого мы уже всех перебили что нам дадут экзооттвердитель альфа плюс один брони да это тема на самом деле что у нас тут добавляет одну клетку при движении 2 при спринте дальность броска на три клетки так изначально но на самом деле клетку при движении 2 при спринте я бы снайперу нашему отдал до чтобы она лучше позиции выбирала конечно тебе тоже вроде как надо но мне кажется что снайпер все-таки поважнее в этом смысле неплохо ну что возвращаемся получается куда что у нас по заданию 9 11 11 13 до возвращаемся темная материя темная материя это нам за стоит а он надо погнали и вот она да вы посмотрите что здесь происходит какой-то жесткач моя зма поднимается из шахты сейчас мы ее утихомирим шахтный колодец ого какой-то круг ада моя заплодит монстров направо и налево нам нужно с этим разобраться шептуны вон раз вон второй ну сразу надо занимается верхотуру правильно плюс 10 процентов крита это плюс 10 процентов крита на секундочку мел мелочь надо забирать ты можешь у стеночки встать вам быть укрытие занять так вы дикса 46 хп до что тут за терминал опять что фигня ну давай послушаем сводка по добыче ресурсов да но я понял короче очень интересно так ребята я вам сказал ждать меня пока я убиваю монстров а вон лут плотец кида сколько на 125 46 125 давай посмотрим раз два три три шептуна очень сомневаюсь я что я с ними справлюсь не скорее всего их надо обходить пока что вообще без шансов трех шептунов убить просто они будут мелких еще спаунить да это три плюс шесть плюс они эти ураганы запускают они меня скинут кстати с верхотуры против них нельзя стоять сверху не ребята спасибо конечно но наверное я пас поднять вот я туда хочу как туда попасть что я не понимаю так ждем пока шептун пройдет проскакиваем а вот дверь площадка белого замка день 1 мы с юным били и прибыли на площадку белого замка здесь хороший доступ к воде с правильной системой фильтрации мы сможем добывать здесь руду день 2 мы обнаружили признаки присутствия руды в почвенном слое остался вопрос транспортировки для самоходных вагонеток здесь слишком неровный ландшафт придется построить дорогу день 3 это бесперспективное место как бы не протестовал били кажется у мальчишки золотая рихорадка возвращаемся домой так но здесь скорее всего мы не сможем пробить да это поднимется шум прорыв нет можно спокойно почему опять я не понимаю порой будет когда один отдельно от всей команды да вот это начинается херни то есть сейчас по идее мы сможем дозвать да вот я заметил что такое может происходить странно и на лестницах тоже частенько такое бывает так все здесь больше ничего нету да ладно оставайтесь тут стихи а я пошел обходить шептунов надо просто просочиться я так понимаю куда нам вообще идти до проверяй вот здесь до поверху можно пройти так здесь еще дверь до смотрим ищем заботы клэнси пытаться смягчить эту новость это как повязывать бантик на дохлую свинью сколько бы сырья мы не добывали результат один у нас снижается выработка иными словами мы в полной заднице что сделают сборщики сборщики если мы не выложим перед ними золото то же самое что сделали с элизабеттауном у бейсона если поднять этот вопрос всегда один ответ почему бы вам не открыть шахту д за соль шахту д себе в на шее тупой ты старый это лучше стереть друг он услышит видимо все таки все таки шахту д они открыли да так и вон там что-то появилось что чтоб и опять пропала я не хочу заблудиться в этих туннелях сосредоточимся давай сосредоточимся сколочная граната здесь вроде мы сползаем да спокойно фиолетовый шмот опять да начинается то есть их надо сюда куда-то позвать и теперь можем зайти спокойненько засадный прицел 10 криту во время засады такое себе вон еще я вижу шмотку куда нам туда а что здесь мне интересно какой-то проход как будто бы сюда до следующий проход но ведут меня в другое место ну ладно пойдем нам все равно надо залутать закрытие колодца ради защиты жизни не только шахтеров но и всех жителей застойтауна настоящим приказываю небедленно прекратить любые работы в шахтном колодце д я не допущу чтобы подобная катастрофа вновь потрясла наше сообщество ну да в начале говорит копайте а потом говорит что типа я то я вот закрыл я вообще молодец да все мэры такие ключ карта от хранилища шахты застойтаун а кстати да я помню там была шахта шахта которую мы не могли открыть так ты можешь вниз нам надо да что то вниз мне не хочется спускаться а куда вниз что в центр что ли это мне по-любому надо этих шахтунов убивать ребята вы серьезно вы посмотрите сколько у них брони да ведет по ходу вот этот сме смерч как раз и есть центре шахты ой о беда хотя бы одного забрать до залпа сразу же проблема в том что сверху мы не можем стоять но блин мне кажется все равно на одно скинут это минус 50 здоровья это в любом случае получается вот так вот да то есть полечили подождем пока этот шефтон уйдет подальше или лучше забрать вот этого с этой точки фишка в том что если нас кинут мы можем и не забраться наверх он пой тут надо подумать конечно где позицию лучше занять можно снизу до начать тогда нас не покалечит допустим ты встанешь здесь будешь танковать пацан допустим займет какую-нибудь позицию вот там проблема в том что мы друг друга поднять не сможем если что да ну хотя бы вот здесь но опять же мне надо стопроцентное попадание ну или хотя бы 93 мы помним да что он бьет с руки давай сваливай друг допустим ты тут стоишь ты здесь снайпера все таки можно наверх завести да потому что она с очень дальнего расстояния стреляет то есть теоретически ее поставить где то вот здесь да ну все начинаем получается вы максимально далеко находитесь у нас все перезаряжены обилки наши скорее всего здесь мы играем через пожирателя брони правильно кстати здесь электроцепь наверное понадобится поэтому берем где-то расходники и электрическая ячейка когда они заспавнят этих мелких пиздюков да то есть электроцепь не может реально выручить ну что погнали 93 процента или все таки подойти да чтобы точно я если промажу это такой файл будет это точно будет смет я наверное подойду по-любому он добежит что до одной точки что до другой так что в принципе это не важно здесь простой выстрел мы не поджигаем его очень хотелось бы крит а мы его не убиваем за ход даже а у нас еще два таких да ну чё прикольно или все таки поджечь наверное надо поджигать фу отлично просто фишка в том что он же сейчас призовет мелких да и они сразу будут ходить вот чем беда тут встаем нам укрытия не нужны да вон расчистить один из трех вот саженцы и вот они сразу бьют именно поэтому и надо было их убивать именно поэтому я взял электроцепь погнали и фишка в том что они все сгорят кстати можем перезарядиться перед выстрелом правильно но у нас не соточка то есть надо подходить чтобы наверняка убить вот так вот надо снайпа спускать отлично то есть снайп перезаряжается да и спускается на землю потому что иначе ее скинут просто минус 3 сразу же очень страшно конечно раз два три замечательно дальше дальше надо отойти но не очень далеко чтобы едкий выстрел сделать правильно правильно дикс будет танковать я даже не знаю сколько они наносят урона вот чем беда тридцатку скинули критовать скорее всего будем сюда хотя лучше убить хотя бы одного правильно просто урон вообще или следующий крит сделать у него тикнет единичка да то есть ну это вообще детский сад я ему наношу 30 урона без крита с критом 90 у него 170 хп ему дикс вообще наносит какой-то урон да то же самое ну диксу надо стоять наверное даже похилиться три брони как говорится пускай танкует да давай стреляй 30 урона блин это вообще издевательство наверно крит я не использую почему я следующий ход использую крит а через ход использую плазмомет по этому шептуну давай так в любом случае я его сейчас не убиваю так что ну смотрим сколько он урона нанесет 60 ну 60 терпимо 60 терпимо да то есть мы сейчас перезаряжаемся и из крита его убиваем правильно даже кстати можно без крита да почему без крита у него еще кислота 30 тикнет то есть мне надо ему нанести сколько урона получается 50 да ты как раз 50 урона и наносишь ровно 50 так что тут мы перезаряжаемся наносим тебе полтосик да и ты умираешь от кислоты отлично дальше дальше тут дальше здесь крит что я боюсь что он сейчас опять ростки вызовет один убьет дикса второй повяжет элвиса но у меня все равно выбора нет особого бросок броске смысла тоже нет здесь перезарядка ну и танкуешь удар по идее следующий ход мы этого штуна должны забрать если он вызывает ростки тогда все очень усложняется а он вызывает ростки да элвиса повязали фишка в том что элвис сейчас завязан а дикс у него семьдесят урон он не убивает этот росток можем через пятерку до освободить давай так тогда оглушили здесь перезарядка и поджог по шептуну и молимся еще на крит не случился крит ну что получается тогда тогда но точно надо стрелять по шептуну правильно хотя у них урон плюс-минус одинаков точно я бы вот сюда куда-то отошел чтоб саженец ударил по диксу допустим да потому что у дикса 16 хп он упадет но после того как мы убиваем саженец он встанет 45 хп здоровья где-то ну давай я наверно так сделаю вставляем дикса сейчас будет прикол если этих 93 процента я не попаду но я попадаю нормально тогда все а дикс мог еще стрелять мне надо было диксом стрелять минус ну отлично меня это устраивает здесь мы просто переключим пушку да подойдем добьем вот у нас соточка и элвисом тоже мы добиваем со стопроцентной вероятностью ну нормально мы даже не один а две хилки вроде потратили да в целом неплохо получили и сеятель саженцев а то есть это ничего не значило да нам надо было обязательно их убить но это еще не сам квест интересно погнали тогда дальше о подгород чтобы это не значило мы спасли город один раз спасем снова мы имеем дело с силой которую мы не знаем мама уже много лет за стеной миазмы подождет еще один день ну пускай подождет да спасем город нам шахту д надо я так о пушка а я и не заметил ну-ка ну-ка удиви меня без шумная штурмовая винтовка то есть получается если мы со снайперки не добиваем мы можем добить с этой винтовки или нет так работает а 70 113 давай сравним а здесь 80 да здесь 80 100 то есть урон поменьше боеприпасов поменьше но это точно лучше вот этой винтовки хотя не факт а дальность да побольше опять же надо снять тогда да все прибамбасы где она была без шумная штурмовая винтовка что мы тебе дадим дальность крит сверху ну давай дальность магазин нет ярость нет урон да что у тебя 50 70 то есть тебе тоже можно нормально выдать 60 100 до что у меня осталось во время засады нет крит из при стрельбе сверху я редко я с этой снайперки еще ни разу не стрелял не уверен что это стоит делать да то есть выдавать наверно так я все оставлю что-то все дают оружие дают оружие но все они очень целом здесь те шахтеры прорвались в огромную пещеру и больше не вернулись то есть скорее всего здесь мы будем с растениями биться я так понимаю да он то эти люди это не люди это моя зла принимает форму нового врага нам не добраться до смерчи пока мы не сделаем что-нибудь с этой толпой крушитель давай почитаем что за крушитель где он а вот имитатель тоже до крушитель крупный монстр одна из рук которого выросла топор с острым как бритва лезвием лучше держитесь на расстоянии с не хотите чтобы вас нарубили на кусочки а после его смерти он еще и взрывается телепорт может телепортироваться что высокий худой монстр со способностями дальнего боя руками хлыстами бросает затвердевшие куски миазмы после смерти его внутренние органы взрываются оставляя по себя облако кислоты отказа что оказавшись при смерти разделяется копируя себя как с этим быть это жесть какая-то 160 хп ну спасибо спасибо хоть здоровье да у него у них не так много можешь слезть на секундочку сколько вас здесь а вон метатель но все равно фишка в том что у них 160 хп да но если есть вариант что выстрелил со снайперки добил с автомата да то вроде как будто бы мы справимся так как бы сейчас не тереться бы на тут офис о ключ карта от офиса мэра да с именем майора цурхилена по кругу что ли ходит ну такое ощущение что я чуть-чуть втерся давай прикидывать раз два три четыре пять шесть семь человек стрелки все один крушитель дикс блин побитый тут можно повыше забраться сверху расстреливать да но опять же мне надо понять моя вот эта штурмовая винтовка она бесшумная типа да выстрел не написано штурмовая винтовка а я тули вообще взял винтовку штурмовую бесшумная штурмовая винтовка бесшумная стрельба при засаде ну то есть я стреляю бесшумный раз выстрел делаю бесшумный 2 убиваю за ход чела да и ничего не срабатывает правильно я понимаю или нет но это надо проверять то есть давай встаем я не знаю как бы снова как мне узнать только проверить правильно если это так сработает то в принципе я их довольно таки просто разбираю если не срабатывает то мы в дерьме 87 81 надо еще точку найти получше да пока я не могу стрелять тут сотка есть тут 93 вот отсюда до сотки вот этот чел залезает через это окно скорее всего давай пробовать в любом случае я тут никого не убиваю только со снайперки поэтому проверяем как это работает система обнаружено написано а он взорвался он взорвался то есть спалила и еще меня и закоцал то есть возможно это и сработало ну что все очень плохо все очень плохо надо метать или убивать хотя крушитель стопроцент возможно его забрать эти ребята они возможно промахнуться а вот если крушитель подойдет то это будет беда он еще что же телепортнется сейчас минус 70 ну все жопа ну пока что ну паса ракету да не сносит да я здесь еще в кислоту залез ты стрелять толком не можешь самое обидное что надо с места стрелять дикса загрузил как будто бы вот этого крушителя надо сейчас убивать нижнего то есть молиться что ты попадешь но вначале надо здесь броню пробить да опять же он взорвется сколько клеток надо посмотреть где я его убил я не помню где его убил вроде здесь раз не вот но точно не здесь раз два раз два три четыре клетка то есть раз два три четыре то есть теоретически здесь он не достанет но это восемь шесть процентов на попадание хотя бы 90 да здесь точно нас зацепит я прям уверен раз два три четыре да давай здесь попробуем то есть что мы делаем мы кислотой его травим шестерочку да нанесем ему еще 30 по 30 он будет травиться а на него кислота действует в общем не воспринчив кислоте а прикольно то есть тогда пятерка просто сносим ему броню дали дальше молимся что ты попала 71 процент отлично но мы его все равно не убиваем диксон вот так встаем чтобы верхний жахнул по нему да не по нашей подруге а с процентов шанс что мы его убьем ну давай молимся так сейчас у нас минус 2 до заход будет кому это он стрелял ну да это было понятно и это тоже было понятно то есть джейд просто поднимает тебя да и сваливает куда то чтобы у нее была дистанция хотя ты стрелять не можешь сюда она не может да тогда ты просто сваливаешь вот так вот а дик сможет вообще докинуть нельзя сюда бросить а ты когда ты не сваливаешь да ты поднимаешь интересно бросок может что-то сделать или нет тут надо вообще максимум использовать возможности то есть саженец я закидываю и молюсь чтобы я смог повалить вот этого крушителя а да а нет все нормально я думал в упор нельзя валить ну здесь в полукрытия встаем 93 процента да мы от кислоты избавились вот и умница мой ты не мог вот так пробежать конечно а вот показывает кстати да я не заметил то есть когда убиваешь видно где будет управление еще восстановили о.д. то есть мы еще можем пострелять давай саженец отомсти но что бьешь я не убил но хотя бы жизнь по порту да ты издеваешься минус 20 минус 20 в принципе надо перезаряжаться здесь и стрелять я не могу его сейчас лечить саженец умирает но саженец в принципе молодец он свое дело сделал делось конечно упадет следующий вход скорее всего так ярость получил конечно все хорошо здесь как будто бы спрятаться надо а мы убьем вообще его заход сколько у тебя 80 урона до джейд убьет с пушки опять же вопрос я не посчитал клетки раз то есть как будто бы надо где-то вот здесь вставать да 89 процентов последний патрон еще но если он не попадет это будет отлично попал то есть здесь мы добиваем встаем туда да можно посчитать клетки причем он даже верхний этаж засрет гаденыш тирун раз два три раз два три то есть три клетки во все стороны запомнили 81 процент 81 процент маловато конечно 94 вот получше по идее метатель будет по тебе до стрелять и с этой позиции ты его увидишь вроде неплохая позиция я уж думала мне она не попала о дикс слава богу халява пока везет сколько их трое до осталось давай держись не ной блин салага лечись у нас кредо но блин крит 51 процент как бы не хотелось тратить ой здесь ты встал неплохо да так естественно пушка не то у нас 75 процентов 75 55 ну как будто бы надо стрелять до рисковать проблема что мы тут так все засрём что я элвисом но и хотя илвисом я смогу убежать наверное спасибо что попало то есть дикс перезарядочка добиваешь от собой просто сваливаем правильно вопрос только куда по наверх можем свалить неплохое место на самом деле красный фланг дак показывают как будто нас флангуют но это бред нас никто не флангуют здесь место неплохое мы заставим их передвигаться ну по крайней мере его хотя мы его не флангуем ну он будет стрелять по роботу не попадает хорошо не кривые в принципе неплохо пока что так перезарядочка и выстрел 65 процентов почему так мало почему 65 не показывает сколько еще есть просто у меня вопрос пытаться сплазмомет его поджечь или нет как будто бы надо наверно надо лично попали то есть мы его добиваем мэлвисом сто процентов причем 96 до утвоенный опыт отлично возвращаемся чтобы мы вот здесь да по идее сможем спрыгнуть и в спину зайти но блин не хочу рисковать с этой позиции здесь он все засрет кислотой а вон еще крушитель но он походу не реагирует да вон крушитель раз два три четыре слава богу что они не пошли в атаку надо отходить я и слышу крики какие-то и не понимаю вроде только один товарищ да тут орет что у нас 66 процентов можно через пятерку до бахнуть но не получится не получится потому что да здесь надо спускаться подниматься здесь кислота мне кажется надо пытаться доролить этот выстрел если попадем то будут варианты следующий ход джейт его должна будет убить давай пробуем перезарядочка погнали два из трех мы должны попадать отлично попали о-о-о походу я его сагрил все таки ну вроде только одного да сагрил ромашек пожалуйста слава богу дикс прям тащит здесь у нас перезарядка тут у меня вопрос да то есть если точку тут нас отравит я не цепляю но тут опять все будет загажено а где крушитель он на первом до этаже походу выглядит да что он на первом этаже то есть теоретически он не добегает до нас кислота не испаряется насколько я вижу давай давай пробуем просто в чем фишка элвис да по идее может пройти вот на эту клетку или на эту но он здесь застрянет хотя здесь вот он может подняться сюда да вот с этой позиции мне интерес интересует загадится или нет да да эти обе клетки загаживаются то есть куда вставать не надо можно через шестерку пробежать и убить сто процентов мне кажется это самый лучший вариант вот встать здесь на лестницу не или тебя здесь поставить элвиса здесь тогда крушитель он подбежит но стрелять не сможет да так и делаем то есть тебя а нет в начале дикса да через шестерку переводим сюда теперь элвиса ставим на эту клетку блокируем лестницу но он все равно запрыгнет но мне кажется ему ходов не хватит и добежать и выстрелить теперь мы убиваем метатель отлично еще в ярость замечательно хотя у него крит там детский тут у нас перезарядочка и подходим не слишком близко да к пацанам но чтобы была дистанция чтобы мы видели все что это за прикол был он сквозь прошел сквозь элвиса теперь теперь надо убить его в один ход при этом не загад чтобы меня не загадило да то есть отсчитываем 3 клетки получается 1 клетка 2 клетка 3 клетка вот с этой клетки мы стреляем причем мы с как стреляем мы сбиваем полностью броню через пятерку восьмидесятка пошла теперь я наверно выстрелю нашей подругой чтобы посмотреть диксон докуда распространяется походу беда мы его не убиваем а нет убиваем все нормально да я нормально встал и мы его убиваем ну потому что у нас крит же стопроцентный стоточка ну я думал все что мы как говорится приехали кислота пропадает да да блин очень жесткая тема то есть эээ ты тут никого не поубиваешь тут все на очень тоненького сверху лута нету да где там еще вроде где-то был вот и мне показалось то нет наверху где мои шмотки давай здесь внизу посмотри ага вижу фиолетовую штучку сейчас мы все соберем так и здесь проход вызывая робота здесь просто входной до маневр 20 пластика в кассе может и что кассе ничего нету тут тупик сейчас ходим залатаем следующий дом да посмотрим что там есть опять этот бесполезный робот он наверху фиолетка а броня броня неплохо в целом что у нас тут дальность броска но я думаю броню берем а бросок вот тебе как раз ты будешь хилить если что заметь откуда ты тут появился кто это за месяц спираль нарисовал интересно сейчас бы если бы битва началась вот бы у меня подгорела бы по-быстрому сбегаем еще в другой дом да там я надеюсь на какое-то оружие вон там что-то зеленым горит это вы о фиолетовая давай начнем сначала да чтобы ничего не пропустить петляная бутылка допустим да то есть можно их на бутылку посадить вот тут еще есть есть ничего каждый угол заглядываем ничего не видим видим красное что видим наверху пласть мясо есть мясо из магазина карвера вынесли все в первый же день вскоре начались бои сначала на кулаках и палках затем с оружием мейн-стрит в крови и лопнувших консервных банках друзья детства вцеплялись в глотки друг другу народ отсиживался на любой территории где получалось забаррикадироваться когда еда закончилась началась охота на кошек и мышей я все говорю себе мясо есть мясо то есть начали заниматься каннибализмом до осужда конечно же фиолетовая это не то что я хотел бы теперь нам надо на второй этаж подняться вот я вижу лестницу забираемся вон там да что-то лежит прыгай да блин хватит так пугать этот опять телепортнулся каким-то образом что здесь происходит давай интересно это чтоб вся карта сагрится если я не успею за пять секунд выйти из этой зоны или что будет кто знает напишите в комментариях кто проверял мне что не хочется заново начинать играть тень еще кто-то что ты вообще этот монстр способен парализовать противника с помощью миазмы а затем создать его двойника жертве остается только смотреть на то как двойник под контролем тени нападает на ее союзников что блин вы издеваетесь то есть мне просто минус один союзник и еще по мне будет он стрелять а где на ну-ка я хочу посмотреть 340 здоровья метатель крушитель крушитель ну тут тут надо кидать этот росток в тень до тень скопирует росток и мы как-то будем что-то придумывать но в идеале его сразу же дал ушатывать метатель вроде довольно-таки слабо пьют они по нашему танк 40 урона наносит крушитель неприятный он телепортнется но тень надо убивать то есть скорее всего я где-то здесь займу позиции то есть снайпером попытаюсь найти здесь какую-то точку откуда буду стрелять ну и буду молиться чтобы крушитель не к снайперу телепорт заюзал да давай поищем может все-таки найдем пушку какую-нибудь но чё-то мои надежды тают зеленый детонатор детонатор явно не то что мне поможет в этой ситуации сюда отступать если что будем давай тогда он твой разъединяемся и думаем вообще надо в первую очередь решить куда танк так я вижу бочки сейчас я хочу посмотреть то есть бочки бесполезны самое грустно что как будто бы хотя я могу здесь тайда пацана поставить сюда что у меня по криту крит на перезаряд очень плохо дикса надо лечить кстати я хочу кое-что проверить а это только в бою можно сделать писалось что писалось где это одноразовый модуль пригодный для бросания одновременно сканирует и восстанавливает физический ущерб на атомарном уровне стандартная технология мне кто-то говорил что область действия 1 мне кто-то говорил что если их рядом поставить он будет хилить и рядом стоящих но с учетом того что область действия 1 мне кажется он был неправ так тогда я все-таки 2 медипода не ребята я в город пошел то есть я сейчас их заюзаю да допустим у меня остается один медипод этого явно недостаточно по-быстрому избегаем заодно мы притащили ключ карту до от хранилища можно здесь залутать посмотреть что у нас медипод о 2 кстати 2 хилки 3 а и пластик у 2 хилки нет одна хилка пластик и энергетическая ячейка кстати да наверное надо будет прожарить их еще давай побежали в магаз тут еще какой-то квест да новый или что мы же а мы же били нам денег должны дать справедливость восторжествовала и мы получили денежки до старые долги долги все получили бабло сик выполнили квест 3000 опыта получили и скоро у нас 11 уровень будет давай берем что мы берем мы берем расходники мы берем медиподы и они по ходу заканчиваются ну давай еще один если что-то интересно из прицелов дальность это все я и так могу достать до модификаторы перед урон фигня это у меня есть и это ничего все дорогой какой боеприпасы это все есть по оружию снайперская винтовка без глушителя 70 по 10 ничего интересного куплю я наверное еще один можно будет на полном кстати зажечь ребят а вот бутылки бутылки дороже хилок прикол любом случае возвращаемся я прям чувствую что битва будет эпическая здесь оказывается еще доска да но мы сможем разбить уходим уходим в любом случае уже затянулась до сегодняшняя серия поэтому ребята обязательно лайкос и подписочку чтобы не пропустить битва эпическая будет я вам гарантирую тут можно очень серьезно обтекаться прям я чувствую что будет очень непросто поэтому обязательно приходите на следующую серию а на сегодня будем заканчивать всем спасибо и до скорых встреч